бывшие о жизни бывших социалистических как они там я вынужден начать с армении потому что на этой неделе товарищ пашинян по моему превзошел не то что все самые смелые прогнозы но и наверное сам себя потому что там уже и о дкб не такое и миротворцы неправильные и вообще надо на запад ему смотреть а россии это бесперспективно отсюда вопрос а как надо на это правильно реагировать хороший вопрос так сказать я бы так выразился не по зарплате если реагирование на подобные дивертисменты но мы по моему с тобой об этом говорим самого начала вот этого государственного переворота в армении который они почему-то называли революции когда вот это все них происходило помнишь как нервно реагировали разные в том числе армянские коллеги я имеют в эксперты конечно мы понимаем что это вот такое суверенное это скрыть и прекрасное будущее ну вот сегодня я думаю они все это видят и ничего кстати я не слышу от тех же самых критиков тогдашних лет сегодня раньше они в недоумении все находятся анатолич я разговаривал с армянскими коллегами ну естественно так как и всегда как и в случае с украины как и в случае с молдовой с любой другой страной которая подвержена вот такому психозу виновата оказалась россия россия ничего не делала и самое главное вот это я просто вот специально себе память лучше я мечтал тебе задать этот вопрос прозвучало что русские политологи считали пашиняна пророссийскими человек может такие есть я не знаю наши политолог много разной степени то сказать компетенции известности диванности и так далее но крен говорят понятно и на берегу в общем то было куда это все и про что это кино другое дело он довольно долго продержался я имею ввиду не не срывался что называется окончательно с поводка но вот теперь отвязался по полной программе и здесь праведливости ради надо отметить кстати вот на минувшей неделе начале недели ходил как раз дальневосточный экономический форум там было большое выступление президента были вопросы в том числе был вопрос но казалось не так где восточный форум и где армения вот был вопрос по поводу ситуации вокруг карабаха 5-5 напряженный ведь президент путин совершенно четко ответил на этот вопрос том смысле что армении признала юрисдикцию азербайджанскую юрисдикцию над карабах признал что мы можем сделать в рамках действует в рамках международного права россия надо сказать чтобы там кто не говорил действует жестко в рамках международного права не было ни одной истории за последние 25 лет больше когда что-то было бы сделано хотя бы на одну запятую международного права так вот коль скоро признает ереван ну имеется ввиду устами пашиняна или там руками пашиняна признают азербайджанскую юрисдикцию над таком карабаха ну стало быть это дело азербайджана понимаешь что мы должны там сделать что мы можем не вижу не вижу издеваются мне кажется специально даже было сделано эта история с гуманитарным конвоем для голодающего карабаха да когда нарочи то без каких-либо соответствующих протоколов просто ломанулись знаешь на ну по принципу если проедем значит мы это в плюс занесем но имеется в свой там политические условно какие мы молодцы а скорее всего не проедет тем более что я так предполагаю это все координировалось из одного зарубежного центра все эти мероприятия когда не пустили армянскую гуманитарную помощь карабаха и опять кто виноват опять русские виноваты а сегодня демонстративно мне коллеги прислали вот буквально сегодняшний сегодняшний выход к знаешь что понятно что без указания пашиняна это никто бы не сделал они этот караван с гуманитарной помощью привезли к воротам российской военной базы и мы и типа так вот бросили типа вот сами делаете ты представляешь что происходит это уже про переходит ну все границы приличий тем не менее не менее это сожалению они же при этом при всем продолжают требовать от россии признание карабаха и это вообще уже тогда ситуации ну конечно гипер абсурдное когда пашинян его признает составе азербайджана но при этом политологи армянские требуют от путина признание карабаха ну слушай это давнишняя дискуссия по этому поводу я всегда удивлялся вот этой если мы были в израиле или в какой-то среде еврейской я назвал это хуцкой понимаешь это вот органы тоже какое-то специальное слово есть не зря же это древний библейский народ мудрейший наверняка есть тоже определение что-то подобного много лет назад я задавался вопросом и задавал его и публично и в каких-то личных разговорах дискуссиях с армянскими политиками политологами экспертами я был удивлен а почему вы не признаете на горных арабах они говорят а пусть россия сначала признает а потом то есть вот таким знаешь что нам торговца на стамбульском базаре подождите но это же армянское дело это важная история это армянские территории это второе армянское государство ну так как в общем так или иначе позиционировался всегда арцах это в конце концов единственная национальная идеология которая собственно и скрепляет современное армянское государство то есть без этих скреп у вас не будет никакого государства на меня смотрели такими квадратными глазами и говорили ну вот русский признаете потом хорошо почему русский может может горю американские признают быстрее всех а тогда боеваться оттуда слушать это бесконечный дискурс и мне кажется никогда здесь не найдем никаких точки соприкосновения то есть они же понимаешь вот особенно эти эксперты и реванские которые вот в армении собственно находятся все время они же знаешь такие очень кстати очень на украинских похожи в определенный период но сейчас то уже об этом говорить не приходится а вот года три-четыре назад очень похожи знаешь очень похожим таком местечком дискурсе находящиеся и и и и думающие что просто они говорят обливание никто не видит в мире то что они говорят где-то там европе никто тоже нигде кроме европы не слышит то что играет в россии никто кроме россии не слышит сегодня мир глобально позволяет искать видеть все полном объеме тем более при современном развитии искусственного интеллекта я имею ввиду все эти переводные машины интернете в том числе из загадочного армянского языка все прекрасно переводит на замечательный русский поэтому но конечно уровень там политической экспертизы вообще отдельная песня не на этой неделе на меня в очередной раз обиделись когда я им задал вопрос почему они всякий раз когда размышляют о геноциде они называют только 1915 год ну это ладно это у них видимо вот какой-то такой свой космос и ты прав абсолютно что эту это действительно очень похоже на украинца но теперь вот когда белый дом объявил о том что сейчас байден поедет на саммит стран на центральной азии казахстан киргизии узбекистан таджикистан и туркменистан то у меня такое ощущение что сейчас там еще что-то полыхнет полыхнет не полыхнет на то что началась так мы с тобой еще по моему в конце прошлого года прогнозируя будущий год говорили как раз о том что началась большая битва за средиземья я имею ввиду за постсоветское пространство борьба по вытеснению россии из традиционных традиционных территорий российского геополитического пространства из большой россии это совершенно точно вообще и у них вот логика мы тоже ее неоднократно освещали да вот эта логика или не тактика то есть максимально много и в разных местах по периметру поджигать по нашему я имею эту периметру чтобы мы только успевали туда-сюда с ведрами бегать тушить вот чтобы нам было некогда не до своих внутренних дел не до естественно серьезных в общем международных раскладов где вот тоже идет такая непримиримая борьба за возвращение каким-то какие-то под видом такой новой нормальности возвращение к старой гегемонии в новом в новом прочтении ну не очень получается верни совсем не получается вот и идея их максимально значит от плеч максимально занять чем-то наши руки вот этими ведрами чтобы мы бегали еще раз и тушили по периметру пожара она имеет место быть и сохраняется и продолжается поэтому ничего удивительного что дать не центральная азия вернее в среднюю азию нашу родную